Всем привет, меня зовут Василий Емельяненко. На дворе пост и самое сложное в этот момент времени думать о том, что приготовить вкусное, потому что как только мясо исчезает с нашего стола, я обращаюсь к мясоедам, потому что сам такой, нам кажется вся еда пресной. Поэтому мы сегодня готовим вкусное, но при всем этом постное блюдо. Итак, самое главное во всем этом нож. Нож самое главное, потому что все ингредиенты, почти все у меня уже готовы. Я для нашего салата, или можно назвать ее холодной закуской, но я больше салатом ее хочу назвать, я взял отварной нут. Все знают, что нут это турецкий горох, его еще называют, он всю ночь замачивается в воде, на утро мы его варим 40 минут, получается вот такой отварной нут. Иногда в магазинах продается уже готовый, с ним работать проще. Значит, по объему у нас должно быть нута и овощей один к одному, даже овощей может быть чуть больше. Вот смотрите, часть нута я пестиком расталкиваю, для чего? Для того, чтобы у нас салат наш немного вот от нутового крахмала немножко завязался, или он, так сказать, создал объем. Делать нужно это аккуратно, а то все выскакивает. Ну, немножко растолкли, весь толочь не надо. Мы его можем слегка поперчить черным перцем, каплю совсем для аромата, каплю соли. Дальше, малосольный огурец. То есть весна, это все-таки такой промежуток времени, когда уже все, что было в зиму, закончилось, а новое расти еще не начало. Я беру и режу такими кубиками, довольно крупными, и отправляю все в тарелку к нуту. Это у меня слабосоленый огурец. Кто любит бочковые, может использовать бочковые. Вместо нута можно взять отварной булгур, в принципе, можно взять птетим, а можно вообще отварить перловку. Кто что любит, кого что не смущает. Дальше, берем черемшу и режем ее мелко. Черемша соленая имеет яркий-яркий вкус. При всем этом в салате она будет играть великолепную роль. Значит, опять же, следите за тем, чтобы овощи были не сильно соленые. То есть черемша, в принципе, довольно соленая. Вы ее попробуйте на вкус. Если она солноватая, замочите ее немного в холодной воде, чтобы ушла лишняя соль. Томаты. Томаты я взял слабосоленые. Если вы приходите на рынок, то всегда можете выбрать, какие брать томаты. Сильно соленые или слабосоленые. Я взял слабосоленые, потому что, во-первых, они такие весенние, по вкусу весенние. Сладенькие, хорошие. И соли там не так много. Я нарезал томаты также крупным кубиком. Не забываем, что у нас еще зеленые томаты, которые имеют вообще отдельный вкус. Зеленый томат нарезаем крупным кубиком. Его, кстати, очень удобно резать. Он плотную текстуру имеет. И я его часто использую в приготовлении блюд. Томаты порезали. Теперь перец. Соленый перец цицак, который продается, наверное, на любом рынке. Часто его можно встретить в крупных магазинах. Здесь дело выбора. Я, например, на рынке могу задать вопрос. Острый он или не острый? Мне вот дают поострее. Потому что я люблю поострее. Вы можете выбрать пару зубчиков маринованного чеснока. Вернее, все, что продают грузины. А это в большей степени продается в грузинских лавках. Это все просто соленое. Уксус сюда не добавляется. Это происходит, как бы это правильно сказать, натуральная ферментация. Как квашение капусты. То есть за счет выделения молочного кислоты овощи становятся такие яркие по вкусу, как будто маринованные. Режем чеснок мелко и отправляем к остальным овощам. Мы соединили все маринованные овощи с нутом. Прибавляем сюда оливковое масло. Перемешали. Следующий этап. Это грецкие орехи. То, что создает нам кавказский акцент в нашем блюде. Так как все-таки у нас большинство маринованных овощей, как я сказал, из Грузии, так почему бы нам не использовать грецкий орех, который активно используется в грузинской кухне. Я его в ступке перетираю в однородную массу. В мелкую крошку выделяется масло, которое даст нам дополнительный вкус в блюде. Я добавляю здесь, наверное, вот 2 столовые ложки, не больше. Или чуть-чуть больше. Давайте, 2,5 столовые ложки я добавил. Перемешиваю. Ааа, шикарный аромат какой! Не, все-таки вот маринованные овощи дают такую вкусовую гамму, которую, не знаю, с помощью чего еще можно получить. Но это еще не вся вкусовая гамма, потому что самое главное, как я уже сказал, кавказский акцент, это у нас травы. Так, из настоящих трав у нас мята, красный базилик, несколько веточек укропа и несколько веточек кинзы. Но вы сами понимаете, без кинзы никуда. Вы знаете, я иногда пользуюсь моментом, и людям, которые не едят кинзу, можно, знаете, как ее продать или не знаю, как ее сделать. Съедобное для людей, которые не едят, накормить их кинзой в тот момент, когда не хватает витаминов. А это вот весна. Люди, даже которые не едят, они говорят, о, как это вкусно, кинза! Потому что вот сейчас я рву укроп и такой аромат на кухне. Смотрите, мята обязательно. Никогда не бойтесь добавлять мяту. Почему-то у нас, у многих есть стереотип, что мята добавляется только в десерты. Ложь и провокация. Мята активно используется в арабских кухнях, на Ближнем Востоке, в Марокканской, в Алжирской. Ну а красный базилик все-таки, как ни крути, но это Грузия и Армения. Причем со мной многие начнут спорить, говорить, что да ладно, не только в Грузии и в Армении используют красный базилик. Ну да, в принципе-то его везде используют, только больше всего используют в Грузии и Армении. Итак, видите, какой объем ароматных трав. И это все для чего? Для того, чтобы ваш пост стал вкусным. Рубим все травы мелко. Всю траву отправляем в салат. Перемешиваем все тщательно. И смотрите, если не хватает влаги, можно добавить еще чуть-чуть масла. У маринованных овощей очень яркий аромат. Тем более здесь у нас еще есть травы, поэтому ни в коем случае не добавляйте ароматное масло. Ни кунжутное, ни подсолнечное. Вот такое шикарное блюдо в пост. Понравится любому вашему гостю, вам, вашим родственникам, вашим друзьям. Приятного аппетита! С вами был Василий Мельяненко. Я приготовлю ваше настроение.